Всем привет! Продолжаем знакомиться с мифами Бес. Бес, Бесу, Беза. Дрение египетской мифологии, собирательное название различных карликовых божеств, считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедств. Покровители семьи, хранители детей, особенно при рождении, и от опасных животных, покровитель будущих матерей. Бес изображался в виде уродливого карлика с бородкой, длинным выслутым языком, иронической усмешкой и короткими толстыми ногами. Нередко встречается на предметах домашнего обихода, в частности на кроватях, как украшение и амулет. Беса изображают как карлика, сарфы или флейты в руках, он спутник богини-матери, когда она разъявлена, потому что бес способен ее умиротворить. Я пользуюсь википедией. Бес – неотличительное божество, а собирательное название различных, отличающих друг от друга карликовых божеств, которые, начиная с эпохи нового царства, смешиваются, сливаются с друг другом. Бес, изображенный с ножом, в большей части называется Аха – боец против опасности и зла. Бестанцующий – хит или хати. Карликовые боги нередко изображались вместе с богиней Хатхор. Окончательное формирование культа беса связано с отождествлением десяти второстепенных божеств. Я не буду их перечислять, так вот оно связано с отождествлением десяти второстепенных божеств в едином божестве, которое известно под именем Беса. Именно Бес и Баст обычно связывают с нубийским словом Беса, означающим Кот. Это обстоятельство позволяет предположить, что первоначальный культ этого бога был связан с почитанием Кота, который считался защитником дома от мушей, крыс и змей. Отсюда и роль Беса в качестве покровителя домашней очага. Некоторые египтологи считают, что факт доказательства того, что первоначальный бес ассоциировался со Львовым. Бес схож с западноевропейскими гномами, безобразными карликовыми существами, доброжелательными к людям. Предполагают, что Бесы относятся к одному кругу представлений, пытавших на той ступени умственного и духовного развития человечества, когда люди населяли землю несметным количеством башков или духов. Сохранилось огромное количество, имеющих защитный характер амулетов в виде Беса. Их находят при археологических раскопках далеко за пределами Египта. На Урале, Сибири, Средней Азии, вплоть до Алтая. Бес не имел никаких храмов или святилищ, хотя была молильная в Абедосе, и идол в храме бога Пта в Мемфисе. Почитался в домах египтян, почитавших его изображения и приносивших им жертв. В романе Брэма Стокера, «Логово белого червя», Эдгар Кассуэлл находит статуэтка Беса и отправляет ее к своему воздушному, Замею Коршуну, в романе Томаса Мана, Иосиф и его братья, земное воплощение Беса, добрый карлик с тем же именем, покровитель Иосифа в доме Петепра. Ну, так вкратце немножко о египетской мифологии, о Бесе. Собирательное название различных карлик-божеств, считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедствий покровителей семьи. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok